Начальник, почему он не докажет? Да. Вот смотрите, очень важно понять, что начальник это старший. Начальник должен научиться быть старшим, даже если он очень молодой этот человек. Не важно. Но старший это означает, что ты позволяешь людям ошибаться. Вот допустим старший, он может сорваться на младшего и допустим разгневаться. Но он не может ошибаться, он берет ответственность на себя. А младший может ошибаться, но он не должен гневаться на старшего, потому что это неправильно. Ну то есть, ты младший, поэтому веди себя скромно. Можешь ошибаться, младший ошибается, но гневаться не надо. В деловых отношениях очень важно понять, что деловые отношения это не близкие отношения, но в них есть отблизь близких отношений. Например, начальник никогда не должен приближать к себе подчиненных. Вот допустим у тебя есть подчиненный, начал с ними дружить, они сядут на шею. Потому что там в деловых отношениях много корысти очень. Она их задушит. Вот допустим ты одного из коллективов, у тебя сто подчиненных, допустим, одного приблизил к себе, все остальные через него будут свои вопросы с тобой решать. Это значит, что они его замучают и тебя. Поэтому никого не приближай к себе. Держи всех на дистанции, потому что ты старший. И это отношения корыстные, деловые означают корыстные. В них нет глубины. Но если ты, несмотря на то, что ты в корыстных отношениях находишься с людьми, ты при этом как отец проблески любви показываешь, как отец себя ведешь. Допустим, деловые отношения закончили, но подчиненный тяжело заболел. И ты просто приходишь к нему домой уже. Все, закончились деловые отношения. Он заболел тяжело. Ты приходишь к нему домой, просто неожиданно, он не знал об этом. Приходишь и говоришь. В общем, смотри, это между нами. Вот деньги, вот хороший врач, это мой друг. Я ему звоню сейчас и говорю, ты лечишься, и я за тебя плачу. Никто об этом не должен знать, потому что потом все захотят так же. Понял? Понял. И все. И этот человек никогда вас не предаст. А если он попробует, то вы его позовете и скажете ему. Ты знаешь, я всегда могу для тебя сделать много чего в жизни, но ты должен вернуться назад. Вот это то, что ты сейчас делаешь, ты должен это закончить. И я буду ждать недолго, но подожду. И он вернется. Он напомнится и вернется. Ну то есть, понимаете, все равно близкие отношения есть даже в деловых, но они имеют скрытую природу. Ты не показываешь это явно, но ты всегда готов помочь, всегда готов. И надо обязательно праздники устраивать, то есть нужно собираться всем коллективом. При этом ты отец, то есть отношения меняются. Там праздник, ты отец, они дети, все они между собой дружат, ты улыбаешься, все рады. Если они тебе льстят, ты говоришь, не надо, не надо. Без старшего сотрудники. Есть разные отношения, смотрите. Есть люди правители по природе, они создают социум, и там должен быть старший. Понимаете? А есть люди, бизнесмены по природе, они создают отношения временные. То есть, они говорят, заработали вместе, разошлись. Или пока деньги, пока есть возможность, зарабатываем, потом нет, нет. То есть, у нас нет обязательств никаких. Такие отношения тоже есть, но они временные. И там не может быть не старший, люди все равные. Просто у каждого свои роли, понимаете? Такое тоже будет. Но есть проблема в этих отношениях. Когда начинается раздрайв в этих отношениях между кем-то и кем-то, это уже не склеить, потому что склеивать все может только старший. Вот когда раздрайв и есть старший, люди приходят к нему, и он всех склеивает. А если старшего нет, уже не склеишь. Они просто все разлетаются. Да, вот это и есть отношения. Это означает развитые отношения со старшим. Ну, то есть, если люди разумные, они сами как бы мотивированы трудом, все нормально, они сами работают, и он следит просто за ними. То это не значит, что нет старшего. Старший есть, просто он не как надзиратель себя ведет. То есть, он просто периодически приезжает, смотрит. Если что-то не так, он предупреждает, говорит, извините, я могу вас уволить. Вы неправильно себя ведете. А как еще иначе? Вот представьте, если не уволить, так что тогда может произойти? Представьте, один человек обнаглел. Он же всю компанию отравит потом. Если один обнаглел, всем захочется тоже. Старший — это откровение. Вот может быть руководителем человек, но ведет себя не как старший. Он орет на всех, злится, наказывает жестко. Почему? Потому что он боится людей. Он не верит людям. Он не может их терпеть, он их не принимает. Он не знает людей. И это значит, что он не старший, хоть он и имеет старшую должность. Теперь второй вариант. Человек работает как подчиненный. И с ним все советуются там на производстве. Он всех терпит, всех уважает. Начальник, допустим, его вызывает к себе, он говорит, «Да, Федор Петрович, хорошо, я все сделаю, как вы сказали». Он при этом ведет себя как младший даже, но он никогда не становится униженным и нигде. И невозможно. Этот человек, начальник, если оскорбит этого человека, то все разойдутся. И никто не сможет у него нормальной работать. Почему? Потому что старшего никто не имеет права оскорблять. Потому что старшим человека делает Бог. И когда, допустим, начальник разгневался, он говорит, «Сех поувольняю». Этот человек приходит к нему и говорит, «Слушай, прости нас. Мы как бы поступили неправильно». И он говорит, «Ради тебя всех прощаю». «Ради тебя». Почему? Потому что этот человек является гарантом. На него можно опереться. Ему можно верить. Понимаете? Бывают такие дипломаты, люди дипломаты, которые спасают от войны целые народы.